доброе утро братья и сестры это санкт-петербург давайте откроем 4 царств пятую главу вы все эту историю прекрасно знаете но надеюсь что читали когда-то здесь сказано и рассказана история военачальники неимане о нем сказано 1 стих что он был военачальник царя сирийского был человек великий у господина своего потому что бог дал ему победу на тире победу сирианом и человек сей был отличный воин но прокаженный то есть он был хороший воин и военачальник но вот мучился болезни своей проказы вот она никак не уходила он не знал что делать в принципе не знал вот и получилось так что была одна девушка которая знала как ему помочь девочка и его отправили ну как бы ему порекомендовали сходить к пророку елисею чтобы тот помолился и возможно он исцелится он так и сделала интересно вот придя к елисею елисей сам не вышел к нему не помолился даже он выслал своего слугу чтобы тот ему сказал чтобы неима и слуга вышел и сказал неиман иди по моему амонсе семь раз в иордами в иордане и вот смотрите один из стих сказано реакция неимана смотрите какая интересная и раздевался неиман и пошел и сказал вот я думал что он выйдет станет и призовет имя господа бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу разве ована и фарфаны фарфар реки дамаски не лучше всех вот израильских разве я не мог бы омыться в них и очиститься и оборотился и удалился в небе интересная вещь о чем я подумал елисей послал слугу конкретно сказал поставил задачу как он может очиститься но неиман вот что говорит вот я думал что он выйдет сам возложит руку помолится и я исцелюсь вот и причем посылает меня еще в реку в несколько раз грязнее чем вот эти вот благородные реки ованы и фарфар и ушел вы знаете интересная вещь что я увидел в этом 11 стихе то что зачастую вот неиман мне кажется мыслил как-то шаблонно и стереотипно то есть он внутренне предполагал как должно у произойти исцеление вы знаете интересная вещь что он не мог не хотел не мог выйти за какие-то рамки своего представления вот это как стереотипное мышление что ли человека что это такое стереотипное мышление я посмотрел словаре интересно что стереотипное мышление означает что человек или группа или даже целая часть сообщества мыслит шаблонно вот как бы согласно определенной программе вот возможно эта программа загружается ну с течением жизни или самого детства вот у него было особое представление как пророки должны исцелять знаете как я маленько перенести на нас о чем я подумал зачастую нам кажется мысль шаблонно мыслим шаблонно зачастую нам кажется что вот допустим если есть какая-то болезнь то обязательно нужно чтобы кто-то возложил на нас руки чтобы пастор помолился чтобы он нашел время буду ожидать воскресного дня вот если получится то подойду к пастору если у него будет время он помолится и так далее вот и возможно придет исцеление вы знаете интересно что иисус нам сказал что вы примите силу когда сойдет на вас дух святой именем моим будете изгонять бесов будете что смертоносное выпейте не повредит вам то есть вы примите силу да еще в одном стихе он сказал что когда я буду уйду вы сотворите дела и больше больше моих дел сотворите интересно что он каждому человеку дает силу но вот это шаблонное мышление стереотипное она может помешать вот я верю что каждый человек может и молиться за себя и поститься за себя и брать инициативу в свои руки потому что иисус христос наделяет его этой силой итак друзья давайте может быть если мы понимаем что мы сегодня по каком-то стереотипном мышлении что мы мыслим шаблонно по отношению к вере к себе церкви по отношению к чудесам знамением к изменению жизни к изменению мышления давайте как-то может быть уйдем от стереотипного мышления и перестанем мыслить шаблонно попробуем как-то так ну возможно как иисус говорит выйдем из рамок того как мы привыкли будьте благословенны во имя иисуса христа аминь